наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям несколько непривычная тишина была у вас да вы так немножко ну да я сейчас объяснил я сейчас объясню в чем дело потому что музыкальные фрагменты которые используются для рекламы на них есть авторские права не смотря на то что мы там используем там 30 секунд музыкального фрагмента но общем youtube все время блокирует поэтому мы сейчас попытались скомбинировать таким образом чтобы в эфире ну а тишина в эфире тоже не интересно люди которые смотрят на youtube через youtube как бы в тишине им сидеть не хочется они начинают нервничать мы сделали так чтобы там звучало но видеоряд был какой-то и звучала музыка которая разрешена ютюбом с тем чтобы нас не блокировали поэтому во время рекламной паузы там звучит музыка и youtube нас не будет блокировать поэтому вы не удивляйтесь если мы остановимся на рекламу вас вновь будет тишина я думаю что вы уже наизусть выучили все наши рекламные ролики и как-то это пить переживете да просто я в постоянном напряжении что техника подведет или еще что-то и это как бы не зависит от нас с вами не что называется наших посредников и по когда подобные происходят вещи то естественно думаю что все все пропало гипс снимают клиент уезжает и так далее нет все в порядке в этом выходные дни тут экспериментировали работали вроде что-то получилось посмотрим как дальше быть итак нагаляется обстановка с каждым днем ну кроме того что предстоят выборы так вот теперь и судья верховного суда ушла в мир иной агент судья гинсбург и в связи с этим опять острые очень дискуссии и я боюсь что они выльются в какие-то опять погромы на улицах потому что демократы мобилизует все силы всевозможные законные незаконные в общем давайте об этом совершенно верно благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска в год получается на удивление насыщенный событиями не сказать что положительными но с другой стороны часто бывает такое что то что нам кажется чем-то плохим потом может обернуться совсем наоборот правда к сожалению это работает и в обратную сторону ну смерть человека это никогда ничего хорошего из себя не представляет если только это не гитлер или не бен ладен но что касается судей гинсбург то про нее им упоминали не раз и лично я я не собираюсь конечно же злорадствовать по поводу ее смерти но и как это делают кстати многие левые когда умирают видны правые деятели но и восторгаться и восхищаться и я тоже не собираюсь на мой взгляд действия судьи в верховном суде они ничего хорошего для американского конституционного права в общем-то не сделали и для страны тоже и если вспомнить хотя ее очень любят оправдывать но ее высказывание двенадцатого года во время визита в египет насчет того что для создания современной конституции не надо смотреть на американскую ну как знаете а для человека который должен американскую конституцию защищать это высказывание прям скажем не красила судью пусть даже и повторяю пытались объяснять что она там слово выражение выдернута и так далее но я прочитал полностью эту ее реплику нет ничего хорошего там нет поэтому гинсбург она нас покинула она не оставила повторяю для оригинализма и текстуализма ничего хорошего и то что происходит в стране сегодня да и в юридической системе всего мира опять так как то что происходит в америке потом расходится по всему миру в этом плане никакого ничего хорошего ее наследие повторяю я не представляет и я ничего хорошего в нем не вижу но как бы то ни было теперь возникает другая проблема именно как себя вести президенту и как себя вести республиканцем в сенате с одной стороны все в общем и целом просто так как если по каким-то причинам покидает свой пост судья то президент должен назначить судью нового а сенат точнее большинство в сенате имеет полное право решать рассматривать кандидатуру или не рассматривать все остальное это эмоции политика называйте это как угодно проводить аналогии поэтому с шестнадцатым годом их можно и даже наверно цепляться к каким-то словам макконнелл можно но смысла в этом не будет абсолютно потому что в шестнадцатом году когда умер судья скалье то обама свою функцию выполнил предложил судью гарланда большинство республиканцев в сенате выполнила функцию свою решили что раз их большинство и они могут решать то они отказались рассматривать кандидатуру гарланда сейчас президент трамп должен даже не может а должен в любом случае предложить кандидатуру любую к этому чуть позже вернемся для рассмотрения большинство в сенате опять должно решить и так как большинство республиканцев то они имеют полное право данные им американскими избирателями которые сделали их большинством имеют полное право рассмотреть любую кандидатуру уж утвердите или нет это другой вопрос потому что сейчас утвердить конечно же будет сложно явно никто из демократов не будет голосовать это я думаю абсолютно точно что касается республиканцев то вот это мутная троица а именно две сомнительные тетеньки коллинс мурковский и примкнувший к ним обиженный на всех ромни они конечно же могут какой-нибудь нехороший номер и выкинуть и хотя я все-таки рассчитываю на авторитет макконнелла но полностью отвергать такой вариант мы не можем да тогда останется вероятность того что голос пенса станет решающим но в любом случае проблемы в плане утверждения они конечно же будут и другое дело что как я уже сказал на разговоры о том что вот было что было в шестнадцатом и так далее реагировать не надо и ни в коем случае не надо реагировать на откровенный шантаж демократов и примкнувших к ним левых погромщиков ну или кто кому примкнул уже сейчас не разберешь этим пусть бар разбирается потому что естественно возгласы и крики что мы всех сожжем разгромим и перебьем и так далее и тому подобное это откровенный шантаж просто-напросто гангстерское поведение со стороны демократов и в общем-то удивляться особенно нечему если вспомнить что у демократов клук склан был под боком и разнообразные гангстеры конечно же они многому у них научились но повторяю идти на поводу у шантажа конечно же не стоит то что требует ситуация надо делать судью выдвигать и желательно его утверждать разговоры таких доброходов и советчиков со стороны о том что надо назначать временного судью или что надо назначать умеренного судью чтобы не возникло никаких проблем с утверждением или не возникло очередного нагнетания напряжения в обществе это я думаю тоже стоит откинуть кого бы трамп не назначил даже если он назначить того же гарланда например не дай бог если что но вдруг а все равно демократы будут устраивать погромы и так далее это как помните многочисленные шутки что арабы будут безобразничать что посольство америки в тель-авиве что она в иерусалиме на них это не повлияет то же самое и здесь кого трамп не назначит истерика будет демократы в сенатском комитете и в самом сенате биться в истерике будут погромы к сожалению мне совсем этого не хочется но скорее всего в городах где демократы они тоже будут это увы на данный момент такая вот неизбежная неизбежность если хотите и даже если не хотите поэтому следует делать то что трамп и его советники по юридическим планам и собирались делать а именно назначить сильного судью по поводу горсыча и кава но там всякие мысли есть и к ней их есть за что критиковать и я сам это делал но как бы то ни было они республиканское хоть какое-то большинство создают и в ряде случаев даже когда я их критикую но оказываются более надежными чем тот же судья роберт поэтому конечно же стоит назначить людей человека вернее основательного достойного и желательно не подпадать под какие-то требования политкорректности я правда вижу что в списке достаточно представителей меньшинств так называем более того все составы основные фавориты оттуда и это на самом деле хорошо потому что это указывает что легенда левых о том что все меньшинства как один они сплошь либералы левые так далее и тому подобное она рассыпается на глазах потому что основные кандидаты это барретт и барбара эмми барретт и барбара лаго обе женщины лаго еще и кубинского происхождения есть и тот же круз из сената есть джеймс хо судья который тайваньского происхождения есть еще несколько женщин элисон рашинг марта пакалт которые работали помощницами у кларенса томаса великого опять же неомирау индийского происхождения который тоже работал у томаса так что как видите весьма разносторонние и разношерстные не очень красивое слово оно здесь подходит публика претендует на пост и естественно их ждет жестокая травля это к сожалению неизбежно гораздо более даже жестокое чем как ни странно это произучит но это будет чем судья кавана потому что если трамп выдвигает женщину или например джеймса хо или вот кого-то из этой компании кто не является васпом англосаксон происхождение протестантского то и мужчины к тому же то демократы выставят этого человека или эту женщину ну я не знаю каким демоном и воплоти и в чем угодно но опять ничего не поделаешь на это нужно идти потому что пафосно прозвучит но это правда получается что это не очень хорошая ситуация но она есть верховный суд это действительно стало главным источником власти в америке конгресс тот что-то должен с этим делать но мы сейчас не будем отвлекаться а ситуация такова да и поэтому укрепить там представительство консерваторов необходимо тем более что даже что мы бы не говорили лично я про горсочка ована и того же робертса появляется еще один действительно сильный консерватор но какой-то блок по крайней мере там может организоваться блок либералов он практически незыблемый там крайне редко кто-то отходил и отходит от партийной линии блок консерваторов разбрут куда больше потому что и свободы мысли больше но появление повторяю крепкого судьи будь то мужчина или женщина меня это например абсолютно не волнует поможет конечно если говорить о моих личных предпочтениях мне в общем трудно их сделать я слежу конечно же за юридической жизнью Соединенных Штатов насколько мне это позволяют мои познания в области американского законодательства мне вполне симпатично Барретт еще когда ее рассматривалась кандидатура и вместо нее Кауэна как вы помните был предпочтен если Барбара Лаго то тоже замечательно она из Флориды и она протеже ну как протеже в смысле он ее назначил Десантис к Десантису вы знаете мое отношение и я уверен что она окажется достойной судьей если говорить о мужчинах ну здесь пожалуй мой фаворит это Джеймс Хо судья уже показал себя защитником закона и порядка и вообще человеком весьма и весьма достойным ну про Круза я знаю многих хотят его видеть да я бы тоже не возражал но мне представляется сейчас тоже в нынешней ситуации его все таки из Сената забирать не стоит подождем что касается двух судей которых я бы очень хотел видеть в Верховном суде но Трамп их пока не рассматривает и может быть может быть мы кого-то из них увидим вместо Брайера во второй срок Трампа а может быть увидим их в Верховном суде при президенте Ноум или Десантисе как раз это судей Ребекка Брэдли и Уильям Стикман четвертый почему я на них внимание обращаю это двое судей которые наиболее четко выступили против домашних арестов локдаунов и всего того безобразия что творилось по всему миру в первой половине этого года про Ребекку Брэдли из Верховного суда Висконсина я вам уже говорил можете сейчас не буду повторяться можете поискать этот выпуск майский или апрельский майский насколько я помню а вот Стикман он блеснул на прошлой неделе он достаточно молодой по судейским меркам ему всего 41 год назначен Трампом и это судья окружной из Пенсильвании в Пенсильвании там сейчас вообще республиканцы взялись за губернатора но может так-нибудь в другой раз поговорим поподробнее так вот решение заключение юридическое Стикмана я вам советую найти и прочитать оно довольно таки понятным языком написано и Стикман наиболее четко объясняет что все что предпринималось властями под самыми красивыми лозунгами все это абсолютно противоречило и конституции американским традициям он сосредотачивается в своем заключении на нарушении первой и четырнадцатой поправки а именно что запрет скажем на собрание полностью нарушает поправку первую запрет на передвижение запрет на способность зарабатывать себе на жизнь и ситуация при которой правительство решает что вот тот магазин работает это не работает этот бизнес работает это не работает все это нарушает принцип равной защиты американских граждан так вот вот эти вот три момента а именно нарушение прав человека на прав американца на перемещение отсутствие вот то того что то что нет равной защиты перед законом и то что люди люди лишены возможности зарабатывать себе на жизнь своим тем занятиям которые они выбрали кстати без принуждения но это вот 14 поправка как раз три разных варианта ее нарушения и все это стикман продемонстрировал в своем подробном там 66 страниц но еще раз повторяю прочтите они того стоят и вывод судьи это что конституция существует не только для приятных и безмятежных дней не только для хорошей погоды что называется fair weather constitution но именно в моменты когда случается кризис те свободы которые конституция защищает они должны особенно рьяно защищаться судьями и при словутых разговорах о новой нормальности и так далее и тому подобное конституция соединенных штатов ее отвергают все эти разговоры и защищают те права которые для американцев и присущи от рождения заметьте кстати разницу стикман следует конституции американской показывает что в нынешних условиях она есть идеальная защита прав прежде всего у вас у нас к сожалению и в европе ничего подобного мы не видим тогда как покойная судья Гинсберг считала что конституцию американскую надо для современности отринуть что опять лишнее напоминание того как важны нам суди даже не буду говорить консервативные суди которые уважают американскую конституцию и уважают то что в ней заложено судья стикман назначен трампом это тоже важно и это нам лишнее напоминание что выборы которые приближаются к нам уже все более и более стремительно это не только вопрос внешней политики экономики хотя это тоже очень важно но как так и в шестнадцатом году это вопрос верховного суда и того будет ли будут ли американскую конституцию защищать такие люди как Томас стикман или Ребекка Брэдли и я надеюсь Джеймс Хо Эмми Барретт Барбара Логова и так далее или мы увидим россыпь новых судей Гинсберг которым до американской конституции нет вообще никакого дела если Трампу и республиканцам удастся назначить судью я очень на это надеюсь сейчас есть мнение что это помешает на выборах я считаю поможет потому что есть Брайер к тому же преклонного возраста не дай бог кто-то из моих любимых ну прежде всего Томас Алит то не такой любимый но все же уйдет в отставку скоро уже поэтому лишнее доказательство того что республиканское большинство в сенате и республиканский президент в белом доме это уже не просто прихоть желание и какие угодно слова подберите это необходимость а повторяю демократы будут буянить и безобразить увы и так и так поэтому надо гнуть свою линию и добиваться того чтобы соотношение 6-3 при всех проблемах Робертса было уже в самом ближайшем будущем в верховном суде здесь умолк но если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово ну во первых я напомню телефон в студии 847-400-5200 что касается предстоящих выборов и верховного суда возможно в последующие 4 года Трампу придется назначить как минимум двух судей верховного суда вы справедливо заметили судью Брайер уже довольно приклонного возраста и судья Томас к сожалению тоже может в скором будущем подать в отставку поэтому этим легко объясняется та истерика в которой бьются сейчас леворадикалы что касается ну прогнозы дело такое особенно в это время и в таких вопросах но как мне кажется с учетом того что ряд сенаторов республиканцев это не только Марковский и Коллинз это и Чак Гресли и Гарднер из Колорадо и Митро мне у меня нет уверенности в том что то есть я уверен что Трамп номинирует судью но у меня нет совсем никакой уверенности к сожалению хочу чтобы я ошибался я хочу быть неправым в этом смысле но я не уверен что сенаторы республиканцы проголосуют и поддерживают кандидатуру Трампа потому что ну как бы для них их кресло важнее чем судьба страны вот для этих сенаторов в частности о которых я говорил и Грасли сказал как-то он так неопределенно очень сказал выразил сомнения по поводу того что он проголосует за номинанта Трампа не знаю не знаю что приводит меня в некую с другой стороны ну не проголосует сейчас проголосует после выборов проблема другая если вот тот шабаш который затеяли демократы и с голосованием по почте и с армией адвокатов которые они уже наняли будут оспаривать результаты выборов уже всем понятно уже республиканцам понятно демократам понятно независимым понятно что байден непроходная фигура и единственное на что они могут рассчитывать это либо на фальсификацию массированную либо на конституционный кризис который на самом деле неизбежен потому что в случае если в суде останется восемь человек хотя хотя вы знаете с учетом того что судья в последнее время какие-то странные делал вещи я вовсе не уверен что он что его не держат за одно место и не заставят проголосовать так как необходимо демократам так вот голоса будут считаться на протяжении то есть неизбежно дело будет рассматриваться результаты выборов будут рассматриваться в судах в местных федеральных вернее федеральных потом дело дойдет до верховного суда и по сути дела верховный суд как раз тот орган который будет определять кто же станет президентом и вот в этой ситуации а если разделиться голоса 4 на 4 тогда как тогда действительно конституционный кризис и если не будут подписаны протоколы если не будут запротоколированы результаты выборов похоже у нас к моменту к этому к моменту когда конгресс сложит свои полномочия 3 января у нас не будет конгресса а 20 января в полдень стекает срок действия президента то есть у нас не будет ни конгресса ни президента и если не дай бог верховный суд еще так разделиться 4 на 4 тогда какая-то патовая совершенно ситуация и сегодня маркет отреагировал болезненно очень вот на возможные варианты развития событий сегодня я не знаю как сейчас ситуация но с утра маркет там 600 поинтов по-моему полетел вниз как раз в связи с этим потому что состояние неопределенности потому что с одной стороны непонятно кто придет к власти если каким-то образом с помощью шантажа бунтов погромов разбоев демократам удастся это сделать то понятно что экономика грохнется вниз понятно что маркет грохнется вниз в общем ситуация довольно довольно непростая но есть все таки теплится во мне надежда что сенаторы республиканцы даже если они считают что это им грозит потерей места в сенате должны проголосовать потому что как мне кажется все таки судьбу выборов будет определять верховный суд особенно с учетом с учетом всех мер которые предпринимают демократы для того чтобы фальсифицировать результаты выборов вот как то так я думаю да согласен с вами что будущее достаточно размытое и много всего нехорошего но на маконелла вот в этой области я все таки хочу надеяться не всегда он нас радует но мобилизовать республиканцев при случае он может я очень надеюсь что сможет и в этот раз будем надеяться надежда умирает последний банальная фраза но это действительно так иван давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии 847-400-5200 и Иван если не возражаете давайте примем звонок да конечно добрый день пожалуйста вы в эфире алло здравствуйте здравствуйте вот с самого начала пандемии экономика мировая экономика в том числе Синемстан находится в состоянии свободного падения и даже сегодня премьер-министр Великобритании объявил о том что страна находится Англия в состоянии второй лунной пандемии что безусловно еще хуже отразится на экономике не только Англии и всей Европы а вот как обстоят дела в стране в которой заразился коронавирус и распространился по всему миру я имею ввиду Китай находится ли у них продолжатель падения или у них все стабилизировалось и еще что я хотел сказать добили если допустим они это сознательно добили если они успят потому что мировая экономика все же падает а у них растет могут ли они стать лидерами мировой мировыми лидерами как допустим до недавнего времени в США это мой первый вопрос и второй вопрос насчет выборов верховного члена верховного суда вот вы, Сережа, сказали о том что некоторые республиканцы могут не поддержать Трампа в деле в движении кандидатуры кого-либо из консерваторов вот на нас он выборы а вот до того как ну после того как выборы завершат если даже те которые республиканцы которые проиграли могут ли они до января еще два месяца до их смены состава сената могут ли они проголосовать за допустим кандидатурой консерватор спасибо да спасибо по поводу первого вопроса за Китаем я честно вам признаюсь не слежу мне он так не особенно интересен только когда там что-то происходит экстраординарное или связанное с конфликтами с ближайшими странами в Японии там заболеваемость сохраняется прежде всего в Токио но пока менять законодательство и ужесточать локдауны они вроде бы не собираются к счастью там кстати помните мы говорили две недели назад о ситуации победил Йосихиде Суга и в общем сделал теперь новый премьер Японии пока трудно сказать каким он премьером окажется но несколько обнадеживающих заявлений он сделал в том числе о дальнейшем укреплении отношений с Соединенными Штатами и возможно об укреплении отношений с Тайванем что я думаю будет хорошо что касается победы Китая нет я не думаю что Китай преуспел то есть какие-то минимальные успехи на 2020 год может они и есть но в целом вся эта китайская система построенная на воровстве и на коммунистической системе пусть даже там есть капиталистические элементы она не будет конкурировать с системой западной если только социалисты на западе не укрепится власти и не начнут разваливать экономику что они умеют делать очень хорошо во всех других случаях у Китая ничего не получится по поводу второго вопроса ну если честно не до конца его понял ну по идее проголосовать должны в любом случае там за два месяца за сколько пока работает Сенат судья будет утвержден если я правильно понял ваш вопрос что так ну да имелось в виду lame duck session могут ли сенаторы проголосовать конечно могут их срок их полномочий истекает 3 января до 3 января они полноправные члены сената так же как и срок полномочий президента истекает 20 января в полдень поэтому проголосовать они вполне себе могут после выборов но я понимаю в чем кроется суть вашего вопроса но я боюсь что к этому времени результатов собственно не важно какие будут результаты после этого потому что как мы уже говорили ранее демократы будут предпринимать попытки сначала сфальсифицировать выбора потом всячески пытаться оспорить результаты выборов через суды и вплоть до верховного суда но проголосовать они конечно имеют полное право мало того это предписано им конституцией так же как и президенту это предписано конституцией правда в качестве аргумента теперь демократы выдвигают заявлению внучки генсберг о том что перед смертью за несколько дней она сказала что там дескать номинировать след судью на мое место должен будет следующий президент но вот что то я по новой пролистал конституцию и не нашел там положение которое так сказать определяет последнюю волю даже если предположить что это правда хотя на самом деле мне почему так с трудом в это верится так вот хотя бы если даже предположить что это правда мне кажется что в конституции нет положения в котором которое прописывает что последняя воля умирающие судьи так сказать становится обязательной к исполнению вот я в конституции этого не нашел ну совершенно верно это из той же оперы что если вдруг Берни Сандерс отправится в мир иной не скажу лучше я им этого не желаю но тем не менее и перед смертью скажет пусть в Америке будет социализм завтра что надо его тогда слушать что ли давайте попробуем принять еще звонок добрый день пожалуйста здравствуйте а вот эти вот представительницы так сказать Райана Коллинз и Марковские они что из колеблющихся штатов или почему они постоянно вот вставляют палки в колеса потому что это уже не первый раз вот это вот тройка максимум пятерка портит картину все спасибо большое да спасибо но они как то числятся вообще представительницами либерального крыла которые все таки в республиканской партии есть и да принято считать что в своих штатах они очень озабочены поддержкой прежде всего либерального электората особенно Мурковский насколько я помню и таким образом и себя ведут соответствующим образом ну как они поведут себя на этот раз я не знаю тем более что да добавился еще Ромни которому вообще пора в демократы переходить прошлый раз у нас не хватило времени чтобы поговорить о Северной Ирландии о так называемых или вы назвали их союзниками Трампа давайте да постараемся успеть хотя тема большая я все хочу Северной Ирландии оставить на будущий год когда столетия и поговорить о серьезной связи Ольстера и Соединенных Штатов так как она есть ну вот попала она снова в первые заголовки для начала значит там ситуация сейчас такая из-за переговоров Британии королевства с Евросоюзом по поводу выхода королевства Северная Ирландия оказалась в таком состоянии заложника ибо из-за ряда соглашений прежде всего соглашения так называемой Страстной Пятницы девяносто восьмого года у Северной Ирландии достаточно прозрачная граница с Республикой Ирландской и так как Ирландия остается в Евросоюзе а Северная Ирландия выходит то из-за этого Северная Ирландия остается в плену Евросоюза по ряду экономических каких-то пунктов сейчас в Соединенном Королевстве принимается уже его приняли новый закон согласно которому Лондон берет на себя ответственность за регулирование товаров и бизнеса внутри всего королевства то есть получается что вроде бы Северную Ирландию из лап ЕС выдергивают но естественно по этому поводу истерят в Евросоюзе и я считаю что тут-то Джонсон прав потому что интересы своих граждан на Северной Ирландии это граждане королевства гораздо важнее чем то что там верещат в Евросоюзе тем не менее штука такая что якобы из-за вот этого нового закона нарушается правило того самого соглашения Страстной Пятницы и граница становится в силу того что повторяю в Ирландии в Евросоюзе и Северной Ирландии нет граница становится жесткой штука вот какая вообще-то в самом этом соглашении про жесткость мягкость и так далее граница не говорится это не зубная щетка там только требуется ряд что снимаются какие-то заграждения и так далее но это не означает что граница экономическая может ужесточаться или наоборот другое дело что само это соглашение Страстной Пятницы хотя как принято считать оно прекратило вот все эти беспорядки североирландские но не сказать чтобы оно их прекратило совсем это раз два североирландские лоялисты то есть не политики а активисты и обычные граждане они это самое соглашение не очень любят они считают что оно навязано Северной Ирландии Лондоном и то есть правительством тогдашним лейбористов и правительством демократов то есть Клинтона Клинтона они поэтому не любят в Северной Ирландии и тут получилось так что когда возникла нынешняя проблема с переговорами с границей и так далее то на шумно прибежали демократы а именно Пелози и Байден которые стали защищать наследие Билла Клинтона и стучать кулаком по столу и кричать что раз Соединенное Королевство так себя ведет то нарушает вот это самое соглашение то никакого одобрения договору о свободной торговле между Соединенными Штатами и Королевством не будет в результате лоялисты которые и ольстерцы которые люди гордые они сейчас люто ненавидят демократов говорю вам по личным наблюдениям я с ними так не с демократами а с ольстерцами немного общаюсь Пелози и Байден это самые ненавидимые сейчас иностранцы в лоялистской среде и на этом фоне республиканцам конечно же надо момент пользоваться потому что Трампа и консерваторов не скажу что республиканцев об этом чуть позже но консерваторов правые ольстерцы а лоялисты это в основном люди правых взглядов не все но это преимущественно те кто антикоммунисты антифашисты антисоциалисты и весьма дружественно настроенные к Израилю то есть видите такая идеальная почти идеальная почти композиция так вот в этом плане надо пользоваться и я вижу что в Ольстере северной Ирландии да 6 кругов Ольстера они предпочитают себя называть ольстерцами а не североирландцами я имею ввиду правые сейчас уже создается целое движение ольстерские шотландцы а в основном ольстер населен шотландцами даже не ирландцами за Трампа потому что правые ольстерцы считают что Трамп который родом тоже как вы помните частично из Шотландии что он во многом ведет себя так как лучшие президенты американские ольстерского происхождения прежде всего Эндрю Джексон демократ кстати но тем не менее Джексон родом тоже из ольстера поэтому подъем настроений в защиту в поддержку Трампа он в ольстере наблюдается да я знаю многие считают что какое в Америке дело вообще до ольстера ольстер далеко и так далее но штука в том что вообще то у ольстера и вот у ольстерских шотландцев или есть еще выражение такое шотландство ирл ирл ирландских шотландцев запутаться можно но на самом деле все понятно на самом деле связь ольстера с Америкой гораздо серьезнее чем может показаться потому что именно выходцы из ольстера играли очень серьезную роль в войне за независимость и вообще в американской революции выходцы из ольстера были играли очень серьезную роль в американской политике были замечательные президенты хорошие плохие разные но они повторяя эту роль очень важную играли и вообще ольстерские шотландцы они практически везде в культуре в американской в юриспруденции кстати влияние их огромное и сам национальный характер индивидуализм желание свою общину защищать принципы работа прежде всего это все тоже перешло в америку из ольстера но есть одна проблема ольстерцы люди гордые ольстерцы люди спокойные и если скажем ирландцы как против таковых ирландцев ничего не имеют но ирландское лобби в америке оно шумно они постоянно строят из себя жертв и увы американских политиков обеих партий серьезно облапошило поэтому очень многие даже республиканцы и даже вроде бы консервативные республиканцы они не имеют ни малейшего представления о том что происходит в северной Ирландии и вслепую поддерживают ирландцев хотя известно что ирландская республиканская армия партия это организации насквозь левые они были связаны в разное время с КГБ с нацизмом с арабскими террористами с южноамериканскими левыми террористами и как раз сейчас в северной Ирландии скандал выясняется что нынешние наследники ирландской республиканской армии повязаны с хизбаллой очень серьезно вот почему-то в американской политике здесь большой такой блайн спот и несмотря на все это обе партии слепо продолжают игнорировать Ольстер я с одной стороны могу понять ну зачем перескакивать через голову Лондона и поддерживать какую-то там общину в небольшом месте тем не менее морально Америка я считаю должна быть на стороне севера ирландцев и на стороне ольстерцев поскольку я уже сказал историческая связь именно с этой частью королевства самая сильная у Америки и второе если как я вам только что перечислил исторически как правило ну не все нельзя всех мерить но вот эта вот консервативная часть Ольстера консервативная часть Северной Ирландии она всегда была на правильной стороне то и американцы должны быть на стороне Ольстера и когда сейчас демократы полностью опозорились и их в Северной Ирландии ненавидят повторяю то моментом надо пользоваться Ольстерская община в Америке есть Ольстерские шотландцы она большая она тихая она спокойная но она есть и там определенно за кого она голосует это не прослеживается но возможность полностью ее использовать не хочу я говорить слово использовать и тем более слово подчинить но сделать так чтобы ольстерцы вспомнили что они за свободу что они принесли в Америку все лучшее в свои общения это надо сделать и раз есть движение Ольстер за Трампа есть движение ольстерские шотландцы за Трампа надо этим пользоваться надо обозначать поддержку и делать все чтобы американские американцы ольстерского происхождения голосовали за республиканцев за Трампа я не вмешиваюсь в выборы я говорю от имени ольстерских республиканцев ольстерцев и такая возможность есть увы она снова игнорируется потому что посланник в Северной Ирландии Малвейне он тоже совершенно не кстати вылез со словами о том что мы тоже за это за это соглашение мы против ужесточения границы и так далее и нанес тем самым очень серьезный удар на самом деле по поддержке Трампа в Северной Ирландии Малвейне как в Конгрессе был вполне себе ничего в администрации Трампа прямо скажем показал себя не всегда с хорошей стороны и сейчас вот видите увы ведет себя не лучшим образом и если вспомнить что самый известный в Северной Ирландии республиканец Питер Кинг он увы тоже большой друг ирландских республиканских террористов может его слово республиканцы привлекают может еще что-то вот я еще раз говорю что момент увы на данный на сейчас на сегодня он упущен и это очень досадно если учесть что кстати говоря такая ирония судьбы что три наверное самых не говорю хороших плохих разных но самых важных президента демократа они все были тоже родом так или иначе из Ольстера а именно Джексон которого я называл мой любимый Гровер Кливленд и не слишком во мной любимый даже Рузвельт но мы сейчас говорим про демократическую то тем более забавно что демократы нынешние ну это давно пошло но нынешние особенно целиком и полностью свои ольстерские корни обрубили у республиканцев и у консерваторов тоже есть связи и серьезные но если говорить о республиканцах то Грант был например как к нему не относись но тем не менее родом из Ольстера если говорить о политиках то ну не совсем из Ольстера но считается тоже шотландским ирландцем так угодно если угодно Роберт Тафт один из основателей американского консервативного движения то есть Ольстер он везде повторяю он привносил все-таки в основном лучшее в Америку и сейчас Ольстер опять пытается помочь лучшему Ольстер пытается помочь даже не столько Трампу сколько консерваторам и тем американцам которые вокруг Трампа на сегодняшний день консолидируются и я считаю надо идти Ольстеру навстречу надо хоть какую-то поддержку оказывать поэтому вот здесь я рискну обратиться к русскоязычным слушателям которые со своими конгрессменами сенаторами связаны ну поддержка Израиля безусловно на первом месте но все же вот обращайте внимание что есть такое место в Европе которому союзники в Америке очень пригодятся и которые повторяюсь с Америкой исторически очень и очень серьезно связаны ольстерцы вам это станут вашими друзьями поверьте мне это люди очень достойные и лучше по моему убеждению они должны оставаться друзьями Америки друзьями консерваторов и ольстерская община должна голосовать ну сами понимаете за кого уже не будут повторять лишний раз так что вот такие союзники обращаю ваше внимание на них и призываю и ваше внимание чтобы на них было обращено и чтобы политики местные ну хоть какие-то связи налаживали тем более политики североирландские Сэмми Уилсон из Демократической Венеевской партии они открыто позируют с флагами в поддержку Трампа их за это клянут и так далее но видите они готовы поддержать американского президента и я повторяю надеюсь что американцы их за это благодарят ольстерцы того заслуживают здесь умолкаю наверно уже и время вышло да почти единственно возвращаясь к предыдущей теме я не знаю то ли байден для того чтобы подогреть я просто видел информацию подогреть так сказать публику которая обожает семейку Обама заявил о том что он не прочь видеть в кресле судьи верховного суда Мишел Обама ну как говорится в такой ситуации God help us готов использовать да Иван огромное спасибо спасибо за подробный материал за то как вы осветили возможных потенциальных кандидатов на должность и верховного суда я думаю это будет интересно и полезно нашим радиослушателям спасибо спасибо вам и мы с вами прощаемся слушатели предупреждаю теперь на две недели поскольку в следующий понедельник емкий пур совершенно верно спасибо и вам и вам тоже хорошие записи в книгу жизни спасибо большое вам и до следующей встречи